День за днём Приятная неожиданность. Жительница Десногорска выиграла поездку в Санкт-Петербург. Знаете, я вообще вот сколько в конкурсах участвовала, мы никогда где-то никогда не побеждали. Вот. И у меня даже ребёнок говорит, мама, не надо, вот давай участвовать не будем, всё равно мы не победим. Золотых дел мастер. 31 января отмечается Международный день ювелира. Если видишь, что что-то идёт не так, то нужно изначально изделие переделать, сделать всё по-другому, потому что на высоте не проходит. Игорь Парфёнов написал более 350 произведений для фортепиано. Среди них симфонии, пьесы, сюиты, романцы. Много музыки сочинял для детей. Сегодня его произведения знают по всей России. В честь талантливого композитора в Десногорской детской музыкальной школе прошёл торжественный концерт. 30 января в Десногорской детской музыкальной школе имени Глинки состоялся концерт, в котором приняли участие воспитанники отделения фортепиано. Ученики с 1 по 7 класс исполнили для зрителей фортепиано и пьесы известного русского композитора Игоря Парфёнова. Каждое выступление сопровождалось небольшим предисловием. Зрителям рассказывали о произведениях композитора и его биографии. Это позволяло не только узнать об интересных фактах из жизни Игоря Парфёнова, но и лучше прочувствовать его творчество в исполнении юных музыкантов. Такие концерты, посвящённые творчеству современных русских композиторов, проводятся ежегодно. Это помогает воспитанникам музыкальной школы поближе познакомиться со знаменитыми авторами и их композициями. Ну и самим детям интересно послушать, если это вот такие концерты одного композитора, они ощущают целостность уже вот этого именно композитора творчества, его стиль. По словам руководителя фортепианного отделения Анны Новиковой, одно публичное выступление на концерте можно приравнять к десяти выступлениям в классе. Безусловно, благодаря таким мероприятиям ученики музыкальной школы совершенствуют своё мастерство и становятся профессиональными пианистами. Как съездить в Санкт-Петербург, посетить этнографический музей, погулять по культурной столице, не прибегая к тратам из семейного бюджета? Это знает жительница Десногорска Юлия Ляхова. Она приняла участие в конкурсе, который устроил представитель партии «Единая Россия» Артём Туров и стала победительницей. Подробности далее. С развитием социальных сетей появилось и огромное количество виртуальных конкурсов. Организаторы обещают различные выигрыши и подарки. Нужно лишь просто выполнить несложные задания. Но в большинстве случаев такие конкурсы, иначе как розыгрышами, не назовёшь. С некоторым скепсисом Юлия Ляхова приступила к конкурсу на странице Артёма Турова. Этот пост политический деятель разместил ко дню народного единства в одной из социальных сетей. Результатом решения Юлии стала победа. Нам очень приятно сегодня вручить вам приз за победу в одном из таких конкурсов, который проводился при поддержке партии «Единая Россия» с регионального отделения. Это поездка в Санкт-Петербург, где находится крупнейший в России этнографический музей. Благодаря своему любопытству и активности Юлия и её семья отправятся в северную столицу, где для них уже подготовлена культурная программа. При этом ценность подобных конкурсов и участие в них на самом деле намного выше. Это, в первую очередь, возможность заявить о себе. Во-вторых, это всё-таки определённая самореализация. В-третьих, это возможность всё-таки найти таких же своих сторонников, тех людей, которые интересуются той или иной проблемой. Пример Юлии Ляховой наглядно показывает, что любопытство совсем не порог. И наша личная удача часто зависит от нас самих. Олег Соловьёв, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ. Профессия ювелира – одна из самых древних, ведь украшать себя люди любили всегда. Считается, что идея создания этого праздника впервые возникла в 2002 году на фестивале «Золотое кольцо России в Костроме». А в 2008 году уже на фестивале в Ташкенте было принято решение учредить 31 января как Международный день ювелира. Профессиональный праздник Николай Тернавский проводит на рабочем месте. Как приручить металл, он знает не понаслышке. Мастер-ювелир выбрал дело по душе более 20 лет назад. С тех пор каждый день он проводит в окружении благородных металлов и камней. И точно уверен – красота требует к себе трепетного отношения. Если видишь, что что-то идёт не так, то нужно изначально изделие переделать, сделать всё по-другому, потому что на ось это не проходит. С помощью штихеля, шпирака, финагеля и других незатейливых инструментов золотые руки ювелира берутся за самую сложную работу. Чаще всего мастер обрабатывает изделие, доводит новое до совершенства или восстанавливает изношенную драгоценность. Нередко есть и простор для полёта фантазии художника. Изотавливаем и по эскизам заказчика, и что-то предлагаем со своих разработок, свои эскизы показываем людям. Для многих изделия из драгоценных металлов становятся заветной мечтой. Их дарят просто так и к особым памятным датам. Нередко драгоценности становятся фамильной реликвей, которая передаётся из поколения в поколение. Возможно, поэтому спрос на ювелирные украшения стабильный год от года. Новогодние праздники, 8 марта, ко дню влюблённых, всегда мужчины стараются порадовать своих близких. Также и женщины. Никогда не оставляют мужчин без внимания. Это обычно кодил рождения. Радует. Ну, всплеск, да, 8 марта, Новый год. Мы всегда рады видеть на стиле. Но главное в приобретении таких украшений – это уникальные эмоции, которые они доставляют. И эти особенные чувства действительно дорогого стоят. Олег Соловьёв, Александр Ерофеев, Десна ТВ Это были все новости на сегодня. Больше интересного на нашем сайте disna.defiz.tv.ru, а также в наших официальных группах, в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. В студии работала Ксения Вьюшкова. Хороших вам выходных и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!